Приветствую вас! Вариантов вашей ситуации, вашего состояния не так очень много. Первое, это какие-то физические факторы, физиологические аспекты, которые могут оказывать негативное влияние на вас. Второе, это не умение выстраивать безопасный контакт с людьми, то есть, ну, отсутствие личных границ, не менее четкой социальной позиции своей, возможно, сложности с общением, вот, с уверенностью в себе, с презентацией себя, да, то есть, с репрезентацией, как вы себя представляете другим людям, вот. И третий, это какой-либо страх, это какой-либо страх, ну, например, социофобия, да, страх людей. Вам нужно понять, что когда вы боретесь со своими чувствами, когда вы боретесь со своими ощущениями, вы их, по сути дела, подавляете. Подавлять свои ощущения, это далеко не самый лучший расклаб, потому что для вас, именно для вас, ничего короче из этого не будет. В том плане, что подавляя свои ощущения, подавляя свои чувства, вы не делаете себе хорошо. Потому что эти чувства, которые в вас, они по сути никуда не деваются, они по сути никуда не уходят, они остаются с вами. Понимаете? И вот этот момент нужно увидеть, то есть, вы к себе не прислушиваетесь, да, вы к себе не прислушиваетесь. Вы не позволяете этому чувству овладеть собой, чтобы понять, что вы хотите, что вам нужно. И из-за этого вы страдаете. Вот. Поэтому, вполне возможно, что у вас есть определенный запрет на свои чувства, запрет на свои эмоции. Вот. А это корректируется, это снимается, это исправляется. Вот. И соответственно, ваше чувство, оно должно все-таки быть выражено, да? То есть, у него, у чувства должен быть выход. Вот. Понимаете? Без выхода, ну, ничего хорошего не получится. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь будет нужно работать в таком направлении. Вот. Ну и, конечно же, четкого диагноза, да, то есть, описание своей проблемы. Вам дать, вот, в том аспекте, в том ключе, в каком вы представили свою проблему, невозможно. То есть, нужно разбираться с вами, нужно интервью, чтобы понять, что с вами происходит, чтобы понять, что с вами на самом деле. Вот. Вполне возможно, что всплывут такие подробности, такие обстоятельства, которые, ну, вы сами, да, которые вы сами не замечаете. Ну, не замечали раньше. Вот. И, соответственно, я думаю, что это и станет первым шагом к тому, чтобы вы начали выход из этого состояния. Своего. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вас, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.